Здравствуйте, уважаемые друзья! По вашей просьбе я начну фильм об таком интересном материале, как даббинг. Я буду всё высказывать только от своего имени и лично своё мнение. Это не является мнением экспертов или же, допустим, какое-либо профессиональное заключение специалиста, только основываясь на своём личном опыте и на своём применении даббинга. Я бы, как вы спрашиваете, почему такой даббинг или такой даббинг, объясняю вам сразу. Есть два вида даббинга. Это синтетический, который может быть выполнен из практически любого материала, который только можно себе представить. И натурального, который мы извлекаем из меха или из подшерстка наших животных. Особенности применения того или иного даббинга заключаются в том, что искусственный даббинг, он сам по себе при намокании не теряет своего цвета. Поэтому предпочтительнее для рыбалок с хорошей прозрачностью воды или же, допустим, солнечный день, где необходимо хорошо обозначить цвет нимфы, стримера или мушки, желательно, конечно, использовать синтетический даббинг. Но в определенных условиях сложно, допустим, использовать вот такой даббинг, как антрон. Он сам по себе очень удобен, красив, работать с ним хорошо. Но все заключается только лишь в том, что он относительно нашего меха, который мы можем начесать с наших животных или же подстричь шкурку, он значительно дороже. Если мы будем с вами рассматривать материалы в зависимости от того, вот какие там нимфы, мокрые, сухие, то желательно еще разбить наш даббинг по толщине. Потому что в зависимости от того, какой, допустим, мы используем мех натуральный, мы можем с вами добиться самого, допустим, взять мелкого грызуна и с него изготовить даббинг. Значит, все норные, которые сурки, барсучки, хомячки, у них достаточно крепкий мех. Что касается всяких мышей, крыс, там, образно говоря, полевых животных, у них мех несколько слабее. Поэтому, исходя из этого, вы будете для себя изготавливать приманку, знаете, что она или быстрее, или, допустим, дольше у вас прослужит в зубах нашей рыбки. Поэтому обычно я, когда изготавливаю стримера или, допустим, другие какие-либо приманки, беру обыкновенный, если вот есть у меня мех, песца, как положено у него, допустим, видно на экране вам. Здесь находится хороший плотный подшерсток, но он имеет определенную толщину. Если мы с вами возьмем, допустим, другой кусочек песца, здесь несколько тоньше. Но если мы с вами возьмем кролика, то у кролика будет еще тоньше. Песец бывает разных структур, в зависимости от того, какие выводят, допустим, селекционируют животных. Это вот тоже мех песца, но он достаточно мелкий, хороший и годится для использования, допустим, изготовления мелких хороших мушек. Это вот крашеный, допустим, кролик. У него настолько такой крепкий, хороший даббинг получается, что в зубах не так сильно травмируется. Исходя, допустим, из величины или же, правильно сказать, толщины нашего меха, мы для себя можем подобрать даббинг. Как, допустим, его изготавливать, если у вас есть кусочек какой-либо шкурки? Вот у меня есть два разных кусочка. Это у меня лапка лисы, в которой практически видно, начиная там, где были коготки, достаточно остевые волоски жесткие. Ближе уже, как говорится, к брюшку становится она мельче. Поэтому, в зависимости от того, какую вы хотите для себя создать лохматость, если так сказать, нашей мушке, вы выберете жесткие или, допустим, мягкие наши волоски. Обычно берут, подрезают, потом складывают и начинают потом перебирать вот так весь даббинг, разрывая на мелкие кусочки и опять это все складывая два, три, четыре раза. Я обычно беру обыкновенную миску, подстриг ножницами и потом для себя подбирают даббинг. Обычно у меня имеется, как я работаю, допустим, собираю все вот при изготовлении в такие пакетики и у меня получается разного оттенка и структуры даббинг. Это из моего любимого кота. Поэтому здесь, в зависимости от толщины, я использую даббинг для своих мушек. Есть уже и готовые даббинги, которые можно использовать для вязания мушек. Это вот фирма Хэнс выпускает все возможные оттенки натурального даббинга, которые сделаны с кролика или же, допустим, белка. Поэтому для себя подберете в зависимости от того, какой вам нужен оттенок или же структура. Они обычно пишут, что для изготовления нимф или для изготовления стримеров уже конкретно подобраны остевые или какие-либо волоски. Еще хотелось бы подчеркнуть, у разных фирм-производителей, так же, вот как, допустим, я вам показываю, вот такой хороший металлизированный спектродаббинг, который заменяет, где перо, где дополнительно, допустим, еще какой-либо сегмент нам можно выделить. Очень хорошо себя ведет в воде, хорошо бликует, привлекает рыбу. То есть, вот такой даббинг желательно иметь каждому для того, чтобы выделить какой-либо элемент в нашей мушке. Существуют разные наборы. Вот такой набор, при той интенсивности, как я работаю, вы сами видите, был, он забит почти полностью. Видно, сколько уже израсходовано практически на очень длительное время. Если приобрести вот такой набор, вам хватит на очень-очень-очень много. Он имеет градацию, согласно каталога фирмы HENDS. То есть, очень легко выбрать. Есть несколько видов по цветовой гамме. Это обыкновенный, вот такой даббинг. Еще имеется такой даббинг, ультрафиолетовый, который хорошо работает на глубинах и отражает ультрафиолетовый свет. Перейдем теперь к другим. Вот, есть еще набор, мне ребята привезли, чтобы открыть, специально показать эту красоту. Я вам открою. Вот, как вы видите, довольно-таки хорошо и красочно играет этот набор. Его желательно использовать для изготовления окуневых, лососевых, щучьих стримеров. Потому что сам по себе он достаточно имеет такую грубую, крепкую структуру. Если взять, посмотреть на толщину, то достаточно крупнее, чем, допустим, какой-либо другой даббинг. И есть вот такие разные наборы синтетического даббинга, который имеет разные оттенки, цвета. Вот, это для изготовления антрон. Вот так и написано. Антрон. То есть, сам по себе это уже трехгранное волокно. Выпускают его в несколько разных модификациях. То есть, он может быть и пустотелый внутри. То есть, спокойно его можно использовать для изготовления сухих мушек. Также и как цельное волокно. Выпускается очень удобно. Было бы, допустим, для тех, кто не изготавливает в большом количестве вот такие наборы. Легенькие, хорошие, которые можно приобрести даже через интернет. Поэтому вы выберите для себя сами. Есть вот такой еще набор, который довольно-таки актуален. Открываешь, пожалуйста, вот она цветовая гамма. Это конкретно уже подобранный набор для изготовления. Допустим, даббинговый набор, как здесь и написано, для мокрых и нимф. И мех написано, опоссум. То есть, вы сами для себя можете уже подобрать то, что вам нужно. Есть смешанный набор, вот как у меня. Здесь с одной стороны натуральный мех. А с этой стороны, когда я открываю коробочку, у меня находится антрон. Без большого затруднения для себя вы сможете подобрать те материалы, которые вам необходимы. Единственное, о чем меня еще спрашивали, почему я в одни моменты изготовления мушки расщепляю нить. Или же не расщепляю, но крайне редко пользуюсь даббинговой петлей. Все зависит от того, какой структуры вы будете использовать для изготовления своих мушек. Нить и мех. Если вот как у меня этот набор синтетического даббинга антрон, так и написано здесь. Для изготовления 10 цветов, для изготовления сухих мушек. И он достаточно мелкий, как его видно. Для изготовления мелких мушек, сухих мушек, нам необходим даббинг суперфайн. То есть, очень-очень-очень тонкий, но и обладающий опять же плавучестью. Поэтому, если коротко, вот так, сколько это возможно рассказать, я рассказал вам. А потом уже дополнительно в фильме, в каждом фильме я буду уже отвечать в процессе вязания на все-все ваши вопросы. Мех можно изготавливать, вернее даббинг можно изготавливать практически из любых материалов, какие только у вас есть. Вплоть даже до того, что берутся отходы пуховых перьев. И из них я тоже изготавливал всевозможные нимфочки. Потому что перо само по себе бывает флюоресцентное, окрашенное, с хорошим красивым оттенком. Почему бы не изготовить из него нимфу? Поэтому пробуйте, что для вас более приемлемо. Задавайте вопросы, я с удовольствием отвечу. Благодарю вас за внимание. До скорых встреч. Еще, друзья, извините, я упустил такой очень важный момент, о котором хотел сказать в самом начале фильма. Но лучше потом. В магазинах галантерейных, там где продают пряжу, можно встретить вот такие наборы пряжи. Довольно-таки хорошие и удобные. Как вы видите, допустим, если я беру вот так кусочек этой шерсти, это у нас хорошая штапельная шерсть, из которой можно изготавливать разные-разные-разные дабинги и разные мушки. Цвета и оттенки бывают разные. Точно так же здесь, допустим, на упаковке, как обычно, пишут 100% натуральная новозеландская шерсть. Идеально пакуют, допустим, для такого-то творчества, прочее, десятая. И, как всегда, указывают, какой именно градации. Поэтому вам очень легко будет выбрать, если попадутся вам вот такие наборы шерсти. Они бывают, допустим, имеют один определенный цвет, или же в наборах уже подобрано 3-5 цветов. Очень легко потом изготавливать из, допустим, такого дабинга мушки. Поэтому используйте все то, что есть у вас под руками. Теперь, наверное, все. Благодарю за внимание. До скорых встреч.